мы с ним как-то разговорились и я говорю чувак вот ты пойми что женщина это тоже вопрос выживания то есть обычно делать человек задание или не делает это зависит от его мотивации насколько он хочет изменить свою жизнь вот и как бы когда получается ты ходишь на работу ты вот занимаешься бизнесом тебе нужно рано вставать тебе нужно куда-то идти там какие-то сделки какие-то то есть ты определенный дискомфорт испытываешь иногда очень большие стрессы если какие-то там серьезные сделки связаны с нормальными деньгами вот и соответственно ты реально испытываешь какой-то дискомфорт вот но ты себя преодолеваешь ты себя заставляешь это делать потому что потому что тебе это нужно если ты то есть там некая мотивация от если ты не будешь этого делать то у тебя не на что будет жить там нечем платить за квартиру нечем отдавать кредит кормить семью и что-то еще потому что для тебя это жизненно важно то есть работа для тебя это имеет какое-то жизненно важное значение вопрос выживания но я хочу чтобы ты понял что женщины или женщина единственная хорошая самая лучшая самая классная которая раскроет тебя который поможет тебе раскрыться который будет вдохновлять мотивировать который будет тебя заряжать энергией ради нее ты будешь готов какие-то невероятные поступки женщина это еще более важный вопрос выживание почему да потому что женщина должна быть такой рядом с тобой такой хороший такой классный так тебя любить что даже если у тебя будет какая-то трудная полоса и у тебя не будет денег совсем или какие-то неудачи на работе или что-то в этом духе она никуда не денется она будет тебя поддерживать она не убежит она будет воздействовать на тебя это сознательно или бессознательно таким образом что ты возьмешь себя за яйца и справишься со всеми невзгодами плюс тебе естественно нужно родить ребенка не тебя твоей женщине тебе нужно продлить свой рот и это должна быть здоровая хорошая женщина с хорошими генами тоже с хорошим каким-то характером то хорошим с хорошим родословный как угодно может это понимать поэтому женщина это вопрос выживания мужик и если соответственно так сейчас секундочку авиарежим чтобы мне никто не звонил если соответственно для тебя деньги вопрос выживания ты женщина тоже если это вопрос выживания тут неужели ты не найдешь каких-то причин для того чтобы начать подходить девушкам знакомиться чтобы сделать так чтобы ты смог выбирать этих женщин чтобы изменить свою жизнь чтобы начать делать задание этого тренинга который я даю например для того чтобы больше понять что это для тебя вопрос выживания вот я на своих тренингах даю такое упражнение казалось бы вроде бы простое ничего сложного нет она называется метод рычага от слова рычаг когда ты как бы сам под себя подсовываешь некий рычаг и приподнимаешь себя как бы под свою задницу суть в чем это упражнение то есть ты должен написать что станет с моей жизнью если я сейчас ничего не изменю если сейчас я не сделаю усилия над собой не буду выполнять задание тренинга не буду подходить девушкам не буду преодолевать какие-то внутренние свои страхи барьеры комплексы социальные зажимы и прочее что станет с моей жизнью если в том что ты должен написать и написать так чтобы ты сам этого испугался ты должен испугаться своего будущего если ты сейчас ничего не изменишь как это делается как это пишется да то есть ты берешь листочек бумаги или какой-то блокнот выключаешь нахер все телефоны телевизор компьютер и так далее делаешь так что тебя ничего не отвлекал здесь очень важно делать это ну как бы не на отвали да именно сделать это для себя это чем-то похоже на постановку целей и ты пишешь красивым почерком выводишь медленно красиво со смыслом осмысливая каждое слово пытаешься написать самый негативный сценарий своей жизни то есть что будет с тобой с твоей жизнью ты сейчас ничего не изменишь попробую представить себя каким-то режиссером какого-то фантастического фильма с плохим концом какой-то драмы и пишешь что-то типа допустим если сейчас я не буду подходить девушкам не буду с ними знакомиться не буду искать себе лучшую женщину самую лучшую всех то я там еще ближайшие три года буду один буду дрочить потом буду заниматься любовью с теми женщинами которые мне не нравятся которых мне будет подсовывать судьба и в конце концов меня где-то познакомят подсунет судьба течением принесется какой-то девушкой которая будет далеко не самый лучший но поскольку не будет выбора альтернативы я с этой девушкой сойдусь и она будет скверного характера она будет меня чмырить гнобить потом так получится что она как-то подстроить некие обстоятельства возможно там за ну аля залетела или что-то еще и женит тебя на себе плюс что будет дальше во время семейной жизни она будет тебя и то что не поддерживать она будет чмырить гнобить говорить где деньги сука где зарплата хрен тебе они секс там ты вечно ни на что не способен ты ничего не можешь ты такой секой вот посмотри на соседа ваську он такой-то а ты то есть она будет вставлять мужчину конкурента короче пишет что мне будет там очень хреново это будет подавлять все во мне все мужское все мои какие-то мужские качества мужские самоощущения и соответственно потом нафантазируешь дальше то есть пытаешься представить самый ужасный сценарий потом я как-то приду домой от со встречи с друзьями немножко выпивший под шофе и она начнет на меня накидываться с кулаками орать на меня там пытаться меня отпиздить сковородкой не знаю это просто пример мужик я буду защищаться случайно ее толкну она упадет головой об угол там об какой-нибудь не знаю газовую плиту и умрет в итоге четыре года за непредумышленное посадили в тюрьму там совсем разложилась психика там тебя задавили морально стал употреблять наркотики вышел из тюрьмы понял что жизнь говно пошел и повесился то есть ну примерно так я все это рассказывал для того чтобы у тебя был какой-то пример в голове мужик то есть твоя задача написать себе сценарий самый негативный сценарий своей жизни что будет с твоей жизнью если сейчас ничего не поменяешь это упражнение хорошо работает не только с девками еще и с там по поводу денег какие-то вопросы может решить по поводу сам мотивации в работе в бизнесе в чем в год в спорте в здоровье если я сейчас не брошу курить там то будет то то тот это некий такой блядь блядь только в москве люди могут вот так вот ехать на красный свет это некий такой некий такой якорь который ну не то что якорь блядь это некий такой как бы его знаешь такая морковка которая позволяет тебе блядь смотреть на нее понимать что мне этой морковкой тычут в задницу и что если я сейчас не начну что-то делать то все будет очень плохо все это такая мотивация от когда ты понимаешь что если сейчас ты не будешь что-то делать то соответственно ты будет только хуже по поводу мотивации от или к я об этом еще буду говорить других видео то есть моя задача допустим за тренинг за время обучения человека перевести его от мотивации от мотивации к мотивации от это когда я могу дают это задание когда я его буквальном смысле слова подталкивают подпихивают то есть ставлю в такие в такие условия в такую ситуацию что он просто не может не делать вот ему приходится делать по поводу мотивации к мотивации к это когда он вдруг начинает ощущать кайф от процесса что вот тут ему блин девушка ответила взаимностью тут он взял какой-то телефон тут он обнял какую-то девушку тут у сходил на свидание тут у него был секс на первом свидании так далее так далее то есть и человек начинает понимать что да возможно мне некомфортно возможно я преодолеваю себя по прежнему как-то работаю над собой но теперь я уже знаю для чего то есть я знаю вкус той вкусняшки которая будет в конце соответственно для начала вот этот метод рычага очень хорошо подойдет потому что в начале бывает да приходится себе ставить какую-то мотивацию от чтобы заставить себя действовать еще раз хочу напомнить женщины для тебя это вопрос выживания это еще со времен динозавров то есть когда были первобытные люди херачили друг друга дубинами у мужика была задача тоже как и у женщины размножиться да то есть и гарантированно произвести потомство чтобы его род продолжался если он оставался без самки или самый какой-то плохой хилый там какой-то невыживаемой самкой то где гарантия что ребенок родиться нормальным здоровым вырастет и будет продолжать его род поэтому мужик еще раз женщины для тебя это вопрос выживания и пока ты это не поймешь ты будешь сидеть на месте как только ты это осознаешь ты прямо сегодня же выйдешь вечером на улицу и будешь знакомиться будешь подходить к ним будешь что-то делать в своей жизни а а а